Привет, зритель! Я тут ездила в Азон и в Вайтберис за заказами всякими разными и нужными, и так себе и, короче говоря, зашла в магнит так как я тут уже несколько дней хомячу тыкву ну, у меня две тыквы, мне родственники из выдра как-то выдали, я ездила туда на велике вряд ли с тыквой помимо прочего, и мне показалось что тыква отдает богам душу я срезала такой треугольничек, посмотрела внутри попробовала тыкву сырую на вкус такая вкусная, блин, тыква сырая такая вкусная вообще ну, и что теперь мне эту огромную тыкву придется куда-то распиливать, там и заморозить и в салатик, и в супчик, и так далее а так как мне очень понравились смузи с тыквой, и с кефирчиком на заквасках самопальным, и это самое просто на воде с кучей фруктов то я решила, что надо все-таки себя не ограничивать и купить то с чем тыква будет вкуснее потому что чисто одну тыкву тоже не очень хорошо есть поэтому я тебе сейчас тут обозрю я что-то думала, у меня на косарь все это вышло а у меня вышло это совсем не на косарь у меня это вышло на 596 рублей 69 копеек не еда там был, только доместо который я тут купила, помыла им туалет слушай зрители, вот залил чуть-чуть по ободочку, еще не успел все это оттереть, оно сползло туда вниз и туалет белый я подумала, что раз доместо снова по скидке 139 99, точнее ровно 139 в этот раз в прошлый раз было 139 с копейками или как-то так, а может так и было, фиг знаю, 139 доместо, значит, в магните в солнечном в нашем магните он почему-то не по скидке в общем, в магните в солнечном снова доместо по 139 рублей я думаю, блин, что я тут лохушка я его куплю, а то он снова будет по 200 с чем-то меня жзава потом опять задушит а я его купила, чтобы он у меня стоял ну как бы про запас, потому что один уже частично заюзанный, я им в ванну наконец-то попробую до белизны до белого состояния довести потому что все другие как-то не совсем справляются, был у меня ролик в логового типа, где я ванну мою пятой точкой кверху сколько это у людей по поболе было от вида этой ванны вот, доместос хочу сказать спасибо Ольге за донат теперь благодаря вам благодарным зрителям вообще я очень благодарна зрителям, тем зрителям, которые мне подкидывают монетку у меня где-то одна треть до нужной суммы на камеру я еще вчера немножко шабашила где-то так две с половиной тысячи получилось так, что я что-то делала бытовушное потом словился старый клиент на одной шабашке я шабашнула ну скажем так подработала немножко и что-то потом мы с этим клиентом до семи утра трепались ну клиент уже уровня друг и короче мы уже просто трепались я уснула в девять проснулась в три да как у меня уже неделю такая тяжелая бессонница да и до этого месяца полтора примерно такая же была но менее тяжелая то вообще утро в китайском квартале было в общем тут бананчики бананчики я что-то тут как-то купила пару бананчиков они долежали до шоколадного состояния я их смузи фигак и часть смузи у меня умерла своей смертью потому что я забыла про это смузи а тут у меня тыква я с бананчиками бананчик зрелый бананчик жёлтый ну зрелый который такой коричневый бананчик жёртый и тыква слушайте зритель такое обалденное смузи короче а тут что-то эти бананы внезапно дешевые ну как дешевые обычно их по 90 с чем-то покупаешь а в одном магазине вообще по 150 я когда увидела эти бананы по 150 думаю в магните там ну по 80 с чем-то минуты 3 пройти тут по 150 ну кто будет у вас покупать я не знаю в магните если только кто-то случайно приехал зашёл сюда кому-то в гости да и зашёл в этот магазин не знаю что в магните оно дешевле те же самые бананы так вот бананы у нас где вы бананы в общем 80 рублей без копейки они стоят у меня они вышли на 924 грамма 73 рубля 91 копейка бананы у меня там ещё чашечка смузи и я эту чашечку смузи сегодня допью а завтра сделаю себе свеженький смузи я тыкву уже делала в салатике если тебе интересно глянь в инфобокс там ссылочка на телегу там фоточка салатика делала тыкву смузи 2 раза делала супюре из тыквы хочу ещё сделать кашку ну пшёнка с тыквой на молоке я потому купила молочка зритель я словила такое любимое молочко но у меня рука достала пока что виноград тайфи у нас вчера в магните был я вчера делала разбор чеков чтобы глазки мои округлились и я поняла какая транжира я каждый день практически ходила в магазин то молочка то хлебушка то молочка то хлебушка то мясико то молочка то фруктик то хлебушка ну не транжирали так вот виноград так вот в том магните в солнечном тоже был виноград кишмиш как в нашем ну я так кинула как в нашем вот в нашем но он в другую сторону на самом деле в ту сторону нет магнита он в ту сторону от меня но он был такой ну не сказать более зелёный чем жёлтый ну в смысле не очень зрел я так думаю куплю он типа лучше увидела другой смотрю как-то покупала виноград тайфи он хоть с костями но он вкусный и дешевле раза в два почти так у меня тут рука ссуётся в пакет свайдберрис но надо в сумочку которую мне дарила подписчица я очень люблю писать для вас видео особенно когда у меня при этом две флешки под забивку это третья флешка которая кстати пришла с Алика за 308 с копейками ну 309 округлим рублей и она оригинал реально просто 2020 года выпуска я ещё сегодня заказала за 610 с копейками с платной доставкой флешку на будущую камеру которую потом надеюсь всё-таки накоплю денежки с вашей помощью да кстати если хотите мне сказать спасибо но не знаете как и вы не из России либо из России но вам удобнее закинуть монетку блогеру на денотейшн алерт ссылочка в инфобоксе или вот здесь вот будет вот слева по борту потому что это левая рука такое фиолетовое облачко со всякими данными можете кинуть на денотейшн алерт можете подписаться на меня на бусте если вы любите мунбанги или АСМР АСМР 200 мунбанги 300 в месяц ну из них ну короче 10% возьмут себе бусте и остальное я получу можете поддержать меня платной подпиской вот так ещё просижу тут немножко на ютуб если вы не из России там градация от 1 до 6 вариантов уровней от минимума да а максимума это 399 рублей в месяц в рублях если на АСМР и чуть дешевле это если мунбанги там проще такое просто ролик гляньте там на канале в разделе спонсор то такой маленький ролик я там говорю чё и чё ну и там ещё бонусом просто подписано чё ещё есть хоть я ролик писала когда было 3 вида спонсорства но потом ютуб добавил мне ещё 3 то бишь 6 ну и короче можете этот кинуть мне на юмани тут же вот номер кошелёчка будет висеть всё ещё можете кинуть в меня этим биткоином вы будете первым кидателем а то у меня только приятель туда вот закинул теста ради этот биткоин и он там валяется ну не биткоин конечно там одна десятитысячная или типа того ну или можете поддержать каким-то иным способом на карту виза на карту вазон если знаете мой номер телефона по системе быстрых платежей можете просто меня чем-то кинуть я это обозрю пошуршу и так далее ну продолжим короче в общем это да спасибо зрителю Сергею я не знаю смотрит ли он это вот подобного вида ролики хоть я посылку ещё не смонтировала но я же я её выложу конечно раньше чем от этого взор но спасибо за посылку мне очень было приятно несмотря на некое странное недопонимание или что-то такое яблоко оно такое крепкое я так давно яблоки не покупала у нас просто как бы у меня в прошлом году было дофига яблок в этом году у меня немножко дичка ещё было и соседи подогнали яблок в деревне я как-то старалась яблоки не покупать но я где-то вот раза четыре с момента возвращения с деревни и после того как я за дичком съездила сюда вот тут на велике второй раз больше не получилось в силу разных обстоятельств связанных с великом я покупаю яблоко но такое крепкое я думаю блин яблоко должно быть крепкое или яблоко должно быть мягкое уже такой ступор но думаю я его если что потру в салатик с тыковкой так вот целое яблоко где-то яблоко яблоко новый урожай 59 рублей без копейки за килограмм 172 грамма вот это яблоко вышло на 10 рублей 15 копеек я что-то так набрала все думаю блин сейчас у меня наверное косарь надо вспоминать свой пин-код от карты я же прикладыванием оплачиваю так вот у меня тут молочко зритель если у тебя есть дома ну где ты живешь магнит и там продается такое молочко вот у нас оно продается в нашем магазине сейчас со вчерашнего дня оно 30 с копейками а в солнечном оно 29 с копейками тут 800 миллилитров 2,5 процента жирности на закваске получается жидковатенький кефирчик но вкусный вот на козьем молоке на любой закваске получается очень густой кефирчик на 3,2 процента жирности я пока не пробовала молоко делать на закваске кефирчик но ну на других заквасках у меня бакздрав там одна только осталась да если ты хочешь купить закваски бакздрав и косметику пробиодерм которую выпускает компания бакздрав то промокод на скидку 10% аверфоревер либо ссылка с прямой вписанной этот промокод с прямой скидкой на продукцию бакздрав есть в инфобоксе как раз вот после списочка задонать лёльке а дальше вот бакздрав так вот на заквасках бакздрав у меня густой получался в любом случае а другие закваски что я сейчас юзаю у меня вот только на козьем молоке супер густой получается на этом получается такой ну не супер жидкий но не такой густой но тоже очень вкусный почему-то сладковатый я делала смузи вот как раз с тыквой очень вкусно получилось и вот я купила себе молочка самое любимое молочко молочко называется в чеке клевер тут просто молоко причем оно реально ну обычное нормализованное молоко я тут купила как-то дорогущее ну постерилизованное вот это вот в балочках в коробочках которая долго живет и оно оказалось вот еще ну на сухом молоке причем на сухом молоке такого качества что даже мне такое качество еще не попадалось я собаку съела на сухом молоке я год как-то покупала сухое молоко потому что когда не было возможности козье купить я покупала сухое и бодяжила его блендер так вот тут у нас седьмого сделано до семнадцатого живет отличную муночку нам с кошкой очень нравится я еще что-то так столько молока лопаю я чай зеленый бодяжу с молоком просто молоко еще куда-то кладу ну в общем что-то как-то вот прониклась я молоком а тут еще кашу хочу тыквенную сварить на молоке вот сейчас я тебе скажу цену этого молока молоко ты где? молоко а вот молоко я думаю неужто мне его не пробили как это так двадцать девять рублей семьдесят девять копеек но не бывает мне крайне редко было в одном магазине что мне иногда что-то бонусом кидали забыв пробить я увидела фейхуа помнится в прошлом году я что-то делала с этим фейхуа или в позапрошлом году или джем какой-то я делала с этим фейхуа или еще что-то ну в общем я помню что мне очень понравилось то ли я просто лопала это тоже фейхуа без тока джема еще просто лопала и тоже мне что-то понравилось ну короче я забыла что я делала с фейхуей фейхуа и а тут увидела а как-то зашла в наш магнит купила фейхуа пришла на кассу они мне говорят мы не будем это пропечатывать и так вытянули потому что мы забыли на него цену я думаю вот же вы вредите неужели вам неохота продать вот это вы же продавцы ё-моё плохой продавец который выкидывает нормальные товары и тут я думаю фиг знает есть в нашем магните фейхуа или нет вчера не было я увидела фейхуа по 17 рублей за 100 грамм кажется и тут это вот как-то 169 рублей 99 копеек в общем 170 без копейки за 100 за килограмм фейхуа вышло у меня на 634 грамма 107 рублей 77 копеек может я смузи с ним какое дело короче фейхуа я хоть узнаю где эта фейхуа растёт может оно и у нас может вырасти так ещё виноградик там была такая красивая веточка я хотела её располовинить но она была такая плотная и располовинить не получилось поэтому я взяла несколько штучек чуть-чуть он такой крупный одну ягодку сожрёшь чаем и уже ничего не надо ну может больше можно слопать так виноград виноград 110 без копейки за килограмм 214 грамм 23 рубля 53 копейки слушайте вот реально сейчас виноград самое то покупать в сентябре осенью виноград надо покупать он дешёвый он зрелый и его можно взять немножко даже так вот при минимальных финансовых финансах можно взять чуть-чуть на небольшую сумму денег и всё равно это будет какое-то ну вот те же 200 грамм у меня тут хурма там было несколько хурмин таких инжировидное что ли но это была самая такая мягкая и зрелая я взяла хурму я её схомячу у меня вчера была хурма ну в смысле я вчера ночью вообще схомячила хурму или вчера фиг знает вчера хорошая я схомячила хурму которая у меня неделю наверное с лишним лежала она что-то так долго лежала я думаю блин на час есть уже у хурма как-то в этом году очень рано стало продаваться и намного дешевле чем обычно правда вот магазин который у нас открылся мясной ряд для балланы по 150 рублей там хурма по 130 рублей но она крупная такая вот такой в магазине на магнитах я не видела и в прошлом году я такую же крупную покупала там 3 хурмины купишь уже килограмм но одну хурмину слопаешь и наелся с чаем попил вообще можно как вот не люблю слово перекус в моём воспитании в детстве не было слова перекусов мы питались раз, два, три и полдник и так перехватить что-то у нас не было ну в общем а сейчас популярно стало слово перекус так вот этот ваш перекус слопал хурму с чаем наполнник и сытый хурма 83 рубля без копейки за килограмм 80 грамм 6 рублей 64 копейки дофига бюджетно манго что-то у меня от сушёного манго вот два листика слопаю с чаем нормально за третьим рука потянется манго же вот такой вот ну как бы пока тебя кто-нибудь не остановит или что-то не остановит будешь лопать до конца даже если сытый вроде в общем три листика манго слопаю и у меня начинает всё чесаться а состав там нормальный я помню последний раз я покупала манго и как-то оно у меня так очень медленно шло недели две наверное эти 500 грамм так вот лежит я больше угощала чем сама ела а тут я его купила чтобы измельчить и сделать себе манговый такой порошок чтобы бояжить с ним самопальный шоколад и вот всем счастьем но оказалось что манго был очень мягкий его разбодержать никак ну в смысле размельчить и я его ела с чем я съем три штучки и ближайшие полчаса ощущаю чесание везде будто там каких-то куча ешек невменяемых я поняла что видимо я переела сушёное манго и потом я на него смотрю а я его не хочу думаю раз я его не хочу пусть оно лежит там оно свежее оно ещё может месяцев 10 лежать ему ничего не будет а потом может высохнет так я его измельчу а тут я купила манго и ложкой его ела на шок и вот это манго я даже бумажку специально к нему взяла пусть даже она и будет отвешивать сколько-то там лишних грамм думаю хрен мне так что-то захотелось манго манго в прошлый раз у меня был зелёный манго в этот раз у меня красный манго я думаю захочется мне манго лучше он ещё такой слегка крепковат он немножко полежит дозреет я его надкушу а потом ложкой выскоплю и будет всем счастье он был у нас что-то по-моему 300 рублей без копейки за килограмм 420 грамм он вышел 126 рублей ровно 126 рублей ровно так что-то у меня ещё у меня тут интересные мандарины я хотела купить апельсин но что-то на него такая цена большинная 100 с лишним рублей меня задушила жаба несмотря на то что я сегодня получила пенсию но мне же ещё как бы за коммуналку платить жить ещё как бы целый месяц до следующей пенсии мало ли что ещё приспечат учитывая что я всяких специй и всякого такого на Вейдберсе заказала потому что ну я поняла что специи лучше покупать в килограмме во-первых бюджетнее во-вторых большой размер надолго хватит так вот это ещё не поверишь зритель сидит ровно я ещё никому не говорила обычно я такое делаю а потом кому-нибудь хвастаюсь и говорю смотрите Лёля чайная эльфия она такая вот слегка слегка странная так вот чайная феечка Лёля заказала 421 рубль за 50 грамм 30-летнего пуэра россыпью я сначала хотела заказать потом меня задушила жаба потом я подумала может где-то ещё есть но на озон этого продавца нет он только в контактике либо этот ну типа чатник такой либо на Вайтберес я думаю ладно мало ли может сейчас такая скидка потому что 11 11 22 у озона ошиваются как обычно там периодически какие-то люди странные ошиваются но в этот раз меня миновала участь этот человек обшаривал другого человека и темно было я так аккуратно прошла с пакетиком в озон ну подайте бога ради стоит мужик вполне себе здоровый вполне себе можно дворником хотя бы устроиться и баб обычно докапываться дай дай говорит дай дай ну так вот меня это как-то миновало ну и в общем я заказала этот пуэр я потом вышла на остановку думаю блин да ладно 421 рубль 50 грамм раньше на пуэр тратила намного больше потом это реально по отзывам такой хороший пуэр по виду хороший пуэр когда я последний раз пила вменяемый хороший пуэр в лучшем случае трехлетий или какой-нибудь искусственно состаренный или вообще какая-то третьесортная параша а тут нормальный пуэр у меня конечно есть небольшая точечка пуэра которая лет 15 если уже не 20 потому что тогда она была какая-то семилетняя ну может меньше чем лет 20 но лет 17 то точно маленькая такая вот уже пообшарпанная там на пару раз этого пуэра осталась а так у меня там еще зеленый есть пуэр ну то что называют зеленый пуэр на самом деле это олень еще кудин спрессон я заказывала помню лет 8 назад пуэр а кудин спрессонный стоил чуть дороже раза в 2 чем пуэр и мне прислали перепутал такой там лох какой-то был магазин слон лох такой сейчас магазин слон может есть но это совсем другой магазин слон в общем лох какой-то был с чаем вообще совершенно новый и он мне прислал короче прессованную точечку кудина которая у него на сайте стоила в 2 раза больше чем прессованная точка пуэра и вот у меня еще эта прессованная точка кудина есть в общем я как-нибудь Запишу обзор Остатки Роскоши своей чайной коллекции Потому что если я это сделаю Я хотя бы смогу это нормально Потом рассортировать И у меня будет еще больше порядок Я что так к этому стремлюсь Везде порядок, минимум всякого барахла Так вот, я увидела мандарины Один мандарин, второй мандарин И третий, он такой интересный Я думаю, я тут делала смузи Мандарин, банан и тыква И так вкусно, а вышло Думаю, пусть будет мандарин, мало ли сделаю И вот этот был, он такой мягенький Смотри, с какой этой шкуркой У меня сейчас, конечно, не кольцевая лампа Он более желтит, чем оранжевит Потому что у меня светит просто насольная лампа Мне лениво было доставать кольцевую лампу Я подумала, может это так сойдет Но видишь, не сошло Мандарин, я на камеру смотрю, он желтит Может когда монтировать буду, он будет не желтеть Так он более оранжевит Так вот, мандарины Они лежали Рядом с хурмой, которая меня не привлекла И по диагонали Напротив яблок, которые меня привлекли И напротив винограда, который меня тоже не привлек Где тут мандарин? Мандарин 66 рублей без копейки 636 грамм 41 рубль 97 копеек Что там? Все? Да, там все В общем, еще раз напомню Мне, кстати, за это 6 баллов Закапало бонусов У меня теперь 50 бонусов 50,7 бонусов На карте Можно что-нибудь ими оплатить 596,69 я потратила Я еще на кассу подхожу Думаю, блин, наверное, столько Всего дофига А оно Всего и не дофига Такие дела Спасибо тебе, зритель, за просмотр Если ты это осилил до конца Пиши свои комменты Ставь свои лайки, дизлайки Если еще не подписался вдруг Подпишись А если подписался То нажми на колокольчик Включи уведомления в своем утюге И будет тебе приходить счастье От люли Люля выложила что-то на канал Там шорсик Еще что-нибудь Запись какую-то оставила Тебе будет счастье И мне будет счастье Пока Субтитры сделал DimaTorzok